Всем привет, это FreeStudio21.com. Итак, продолжаем читать интересные статьи из прессы. И перед нами ноябрьский The Economist. И здесь, если не увлекаться геополитикой, на 18-й, аккуратно, на 18-й странице, находится очень хорошая статья Briefing Celebrity and AI. И дальше статья вот такого вот большого размера. Ну, они, в принципе, все у них здесь такие. Вот эту статью и будем читать. И, как всегда, ссылка на первую часть в свободном доступе. Это будет здесь, на YouTube, в свободном доступе. Первая часть. А все остальные части на Patreon и на BuyMeCoffee. Welcome туда. Три копейки, оно будет всё ваше. Каждую неделю по одному куску. Со всеми скриншотами, со всеми прибамбасами. Итак, AI did it my way. Здесь сразу с бухты-барахты начинаются манипуляции со словами. Вообще говоря, написание заголовков в англоязычной прессе и вообще в англоязычном райтинге – это и наука, и искусство. Значит, здесь те из нас, которые любят музыку, наверняка уже догадались, что это аллюзия на песню. I did it my way. Если вы это вобьёте в Google, вы сразу всё поймёте. Это мега-гига, просто супер-знаменитый хит. Значит, здесь они его чуть-чуть переиначивают. AI – это две большие буквы, это аббревиатура. Artificial Intelligence. То есть, здесь я это сделал по-моему, а здесь Artificial Intelligence, то есть ИИ, как у нас принято, сделал это по-моему. И далее, как мы уже, наверное, подозреваем, будет статья про все эти чаты GPT, DLE, MidJourney и прочие-прочие замечательные штуки. И в частности, их влияние на весь культур-мультур, ну и на тех, кто её создаёт. В мире, где компьютеры умеют писать, петь и играть на сцене, всё ли ещё возможно быть звездой? Обычно слово «стар» применимо к актёрам на главных ролях, но в наших реалиях сегодня звезда – это, по большому счёту, любая знаменитость из творческой, так сказать, тусовки. Итак, noisy crowds of beautiful people gathered outside Hollywood's film studios every weekday for the past six months, shouting slogans and marching in the sun. Шумные толпы красивых людей собирались возле голливудских киностудий каждый рабочий день в течение последних шести месяцев, крича лозунги и маршируя на жаре, на солнце. Но здесь вроде бы как всё и понятно. Crowds – это толпы, причём слово «crowd» в английском оно нейтральное. Это у нас обычно толпа, это что-то плохое сразу. «Crowd» – это просто, ну, большая группа людей, скажем так. Далее, film studios, ну, киностудии. «Wikday» – обращаем внимание, мы привыкли «weekend» видеть. Но если есть «weekend», значит, есть и «weekday». «Wikday» – это, ну, все дни с понедельника по пятницу. Далее, в течение обращаем внимание на предлоги. И далее у нас запятай, и дальше пошёл «participal structure», то есть «делая что» – крича, маршируя там и т.д. Вот когда нам надо несколько действий, что эти люди не только собирались, ещё и кричали, ещё там и ходили, ещё там чего-то. Вот можно таким образом сказать. В принципе, можно было «continuous» туда поставить и сделать, ну, ещё одно предложение. Ну, можно и вот так. Американские сценаристы и актёры участвовали в забастовке частично из-за страха, что искусственный интеллект вскоре будет писать сценарии или даже отхватывать себе роли, ну, имеется в виду в кино. Итак, значит, «screenwriters» – это сценаристы. «Screen» – экран, «write» – писать, ну, писать для экрана, легко запомнить. Далее, обращаем внимание, «were striking» – страйковали, бастовали, как угодно. Далее «in part» – вот это «in part» – это «partly», иными словами, то есть частично. Там были и другие причины, но частично из-за этого. Далее обращаем внимание «over fears». Здесь можно было «because of the fears» сказать, и это тоже, в принципе, было бы правильно. Далее «that» – и дальше косвенное утверждение пойдёт. И обращаем внимание на что? Что здесь у нас, несмотря на то, что «were striking» – прошедшее же время, по идее, дальше должно быть согласование времён, и должно быть типа «wood», какое-то такое что-то. А нет, здесь «surprise, surprise state will». А почему «will»? Как так может быть? Это нарушение согласования времён. Но здесь интересный случай, потому что, если мы поставим «wood», будет так, что они бастовали из-за страха, что искусственный интеллект будет забирать у них, грубо говоря, работу в будущем относительно прошлого. То есть на наш момент разговора получилось бы уже, что он уже забрал у них работу. Для них это было будущее, для нас это уже как бы прошлое. А ситуация ведь другая. Ситуация такова, что искусственный интеллект пока ещё ничего у них сильно не забирает. Да, он будет забирать, скорее всего, но пока эта ситуация не критичная и не угрожающая. Поэтому здесь «will». Потому что это действие в будущем, не только будущее относительно прошлого, оно также будущее относительно сейчас. Именно поэтому здесь нарушено правило согласования времён. То есть мораль такова из этого всего, что когда мы читаем предложение или пишем, нужно подходить к вопросу не формально, а исходя из того посыла, который мы хотим сказать. Нужно очень чётко понимать, что у нас зачем идёт, что с чем связано, что есть будущее относительно чего, что есть прошлое относительно чего, ну и вообще кто на ком стоял, как говорится. Далее «will be writing», здесь ещё и «continuous future», что показывает нам на ситуацию, что это предсказание будущего на основе реальных фактов, что это точно будет, но это ещё не случилось. Вот такая вот здесь логика. Далее «begging». Ну «begging» – это как бы загребать мешками роли, забирать роли массово, в массовом порядке. «Вы обращаетесь за работой, и они вас сканируют», сказала актриса, которая снимается в массовке, и которая беспокоена, что её лицо будет использовано ещё раз, ещё раз и ещё раз в массовых сценах. Итак, здесь «go for a job» – «обращаться за работой». То есть, когда мы приходим там по объявлению, или как ещё, и хотим устроиться на работу. Далее, обращаем внимание, что «scan» выделено курсивом. Зачем это сделано? Потому что на это слово сделан акцент. Это следовало бы говорить так. «You go for a job, and they scan you». Ну то есть, это звучит, что это что-то невероятно плохое. То есть, вы можете себе представить, они сканируют вас. Ну то есть, имеется в виду, сканируют тело человека, лицо человека. 3D-сканером, да, для того, чтобы использовать её данные где-то на съёмках. Далее, «background actress». Это не фоновый актёр, понятное дело, а актёр, который снимается в массовке. Далее, «которая беспокоилась». Опять у нас прошедшие времена, и дальше опять будущее время стоит. То есть, опять у нас вот то, что было в предыдущем предложении. То есть, не факт, что сейчас используют, и не факт, что будут использовать, но она беспокоится, ну и имеет на это, в принципе, основания. Значит, «over and over again». Здесь нет «again», кстати, «over and over» просто. Это ещё раз и ещё раз, повторно и повторно. Можно сказать, будет бесконечно использоваться. Ну, тоже вариант. И далее, «crowd scenes». Сцены с массовкой. «The technology is disgusting, said another, who considered its use an infringement of yourself and your career». Эта технология отвратительно, сказал другой или другая, которая находит, что использование такой технологии – это, ну, разрушение вас и вашей карьеры. Вот это «infringement». Здесь можно понимать как разрушение, но можно понимать как посягательство, чтобы разрушить, потому что, ну, как бы ещё никто никого не разрушает сильно, но, тем не менее, посягательство на разрушение вас и вашей карьеры. Обращаем внимание, «yourself» – это вашей личности имеется в виду. Ну, то есть, как бы, личность без вашего ведома будут тиражировать непонятно где. Ну, в принципе, в этом что-то есть, наверное. Соглашение, которого достигли актёры в 8 ноября, чтобы закончить свою забастовку, включало в себя защиту от их искусственных конкурентов. Итак, «rival» – это конкурент, «artificial» – ясно, и дальше «protections» – я перевела как «защита», но здесь имеются в виду «защитные меры». Здесь можно было «protection measures» сказать, тоже было бы правильно. Далее, «struck a deal» – это тоже очень классное выражение, как бы ударить по рукам, если дословно. Если мы встречаем «strike a deal», это прийти к соглашению. 5000 миль отсюда. Другая оживлённая публика регулярно собирается, чтобы потрындеть про AI, или поболтать, конечно, лучше. Обычно в пасмурную погоду, но в более весёлом настроении. Значит, здесь у нас интересно вот это – «animated crowd». Это не анимированная толпа, это не мультик, это в смысле оживлённая толпа людей. Ничего общего с анимацией это не имеет. Можно сказать «группа», можно сказать «толпа», в общем, кому что больше нравится. Далее дословно «может регулярно быть найдено», болтающий. Вот эта фраза очень классная. Что она нам даёт? Она позволяет нам показать, что есть возможность их обнаружить, этих людей. Ну, регулярно, нерегулярно – это такое. И далее обнаружить делающими что. То есть, вот это позволяет нам избежать сложного предложения. Мы могли бы, конечно, сказать так. «5,000 миль отсюда мы можем найти другого анимающего публика, который спрашивает о AI». Что-нибудь в этом духе. Ну, окей, это тоже нормально. Но учитывая то, что дальше ещё продолжение есть, предложение немаленькое, зачем вот эти вот ужинки? Вообще, если на то пошло, то «be found doing something» – это очень хорошее выражение. Можно увидеть, делающим что-то. «Chatter» – можно болтать, трындить, тарахтеть, обсуждать и так далее. Значит, «gloomy». В данном случае это о погоде, поэтому мрачная погода, ну, в смысле пасмурная. И далее «brighter spirits». Зачем вообще вот эта вставка? Что это нам даёт? Ну, дело в том, что здесь, обращаем внимание, здесь не зря «5,000 миль». Значит, в предыдущем абзаце речь шла о солнечной Калифорнии, ибо Голливуд и вот это всё. А теперь «5,000 миль», и мы попадаем в «East London», обращаем внимание сюда, где погода, естественно, не совсем солнечная, но зато настроение более весёлое. Вот так можно иногда, ну, не то чтобы это ирония, это не ирония, но это просто привносит в текст какой-то живости, какого-то такого, искорку какую-то человечности. Так можно делать, если хочется. Да, это нелегко, но это интересно. Далее. Outside a poppers built stadium in East London getting groups of old ages some in fancy dress gathered seven times a week to watch a voyage, a performance in which a septuagenarian pop group plays an energetic 90-minute set via virtual avatars generated with the help of AI. Возле специально построенного стадиона в Восточном Лондоне группы фанатов всех возрастов, некоторые в карнавальных костюмах, собираются семь раз в неделю, чтобы посмотреть Abba Voyage или Abba Voyage, как угодно, представление, в котором 70-летние участники поп-группы играют энергичный музыкальный сет на 90 минут, то есть полтора часа, с использованием виртуальных аватаров, которые сгенерированы при помощи искусственного интеллекта. Значит, ну, начало всё в принципе ясно. Getty Groups – вот это интересное выражение, его можно переводить всяко, можно говорить, как группа поддержки. Getty Groups – это вот фанаты в группе поддержки, раскрашенные, наряженные, и вот это всё. Fancy Dress – это карнавальный костюм, ну, или любой другой костюм, там, для пати какого-нибудь тематического и что-нибудь такое. И далее Performance – представление. Далее, в котором… Здесь можно Where было поставить, вот это In Which было делать не обязательно, здесь и Where тоже прекрасно было бы. А дальше вот это страшненькое слово Septuagenarian. Значит, здесь Age, и здесь Sept. Sept – это 7, Age – это возраст. Ну, а Septuagenarian – 70-летний. Это не 7, это 70. Ну, если кто сомневается, можете копнуть этот кейс в гугле. Ну, и вообще поинтересоваться, если кто помнит, что такая группа ABBA была, это был супер-дупер-мега-квартет в своё время, но это в давно забытые 70-е. Даже я слабо их помню. Далее, Pop Group, Поп-группа. В принципе, здесь всё ясно. И далее очень интересно вот это. Играет, обращаем внимание, Energetic – энергичный, а не энергетический. Оно, в принципе, ясно, но на всякий случай. А далее слово Set. Ну, опять же, кто интересуется музыкой, все знают, что сеты обычно у диджеев бывают. В принципе, здесь то же самое. Здесь, по сути, диджеинг, потому что реальные люди там не поют. И поэтому это DJ-шоу, если на то пошло. Именно поэтому Set здесь более чем логично. Далее, Via – это посредством. То есть, их там даже близко нет, этих старичков из АВЭ. Работают аватары. И далее, сгенерированный With the help of AI. С помощью AI. Обращаем внимание, как элегантно сделано. Здесь Via – посредством через, с помощью, а здесь With the help of. Является ли это одним и тем же самым? Ну, в принципе, с натяжкой – да. Но, если так подумать, то ни один AI принимал участие в создании аватаров. Там и люди были. Ну, должен был кто-то этим AI командовать. AI сам ничего не делает. А вот концерт уже играется посредством аватаров целиком и полностью. Поэтому здесь Via – здесь With the help of. Хотя, если так, не углубляться и не занудствовать, то это по сути синонимы. The show launched in 2022 played to one million people in its first year and still almost sells out on most nights, bringing in a reported two million a week, while ABBA's four members put their feed up. Шоу, которое было запущено в 22-м году, посмотрели около одного миллиона людей в его первый год и все еще билеты полностью почти распродаются на большинство вечеров, принося, как говорят, два миллиона долларов в неделю, в то время, как четыре члена группы ABBA как это, сложили руки и ничего не делают. Итак, обращаем внимание запятые. Значит, шоу, запущенное в 22-м году. Две запятые – это оборот, его можно игнорировать, это past participle structure, пассивный оборот, потому что, ну, шоу само не запустилось, здесь можно было сказать the show which was launched in 1812, ну, ради бога. Далее, plate to, здесь to – это, как бы, адресация, то есть, играло кому? Одному миллиону людей. Мы так не говорим, понятное дело, поэтому я фантазирую при переводе, что шоу посмотрел один миллион людей. в первый год. Это в 22-м году миллион людей посмотрелось. И вот ноябрь, ноябрьский выпуск The Economist, шоу благополучно живёт и процветает. Далее, всё ещё still, almost sells out. Это как понимать. Когда мы видим sell out, и когда это речь идёт именно о каком-то спектакле, представлении, фильме, концерте там и т.д. Наверное, лучше будет написать вот так. The show sells out. То есть, билеты на шоу, обращаем внимание, что в активе говорится, как бы само распродаётся, полностью распродаётся или расходятся. То есть, там аншлаги на это шоу. Опять же, если кому интересно, Google вам в помощь, друзья мои, всё можно погуглить, посмотреть. Далее, on most nights, обращаем внимание на предлоги, в большинство вечеров, учитывая то, что он уйдёт каждый рабочий день. И далее, опять у нас оборот, поэтому запятая, принося. Здесь можно было сказать, что sells out and brings. Ну, как бы да, можно и так. Но bring лучше, потому что оно показывает одновременность с главным действием в предложении. Далее, вот это шо за reported. Reported здесь по слухам. То есть, не факт, что два миллиона, может и полтора, а может быть два с половиной. Или можно сказать, как говорят, как утверждают. В неделю, обращаем внимание, здесь э стоит для того, чтобы показать, что два миллиона в неделю. Это как бы одно целое. Ну и в то время как, и вот это интересное выражение, put their feet up. Я перевела это, как сложили руки, но на самом деле здесь сложили ноги. То есть, задрали ноги наверх и ничего не делают. Можно сказать, конечно, do nothing, тоже как вариант, но put their feet up здесь определённо к месту и очень красиво. Чем ещё интересны эти два абзаца? Тем, что они, несмотря на то, что они вроде совершенно о разных вещах, о разных событиях, они на самом деле как бы уравновешивают друг друга. В первом абзаце негатив, в другом абзаце позитив. Это вот законы жанра написания подобных статей. То есть, вы должны приводить обязательно примеры в двух плоскостях. Далее, если внимательно посмотреть по словам, нам откроется очень интересная картина. Многие слова повторяются. Вот, смотрим. Здесь, например, outside Hollywood Film Studios. А в этом абзаце outside a purpose built stadium. Далее, every weekday is this seven times a week. Там каждый рабочий день, а здесь семь дней в неделю. И так далее, и так далее, и так далее. И таких параллелей можно найти много. Я сейчас не хочу просто тратить на это наше время. Но можно самим посмотреть и понаходить такие вещи. Так и надо делать. Это вот, чтобы примеры были как бы связаны между собой. Это такие невидимые нити, которые их связывают. Написать такое достаточно сложно. Но, возможно, конечно. Но вот это вот перед нами образец хорошего письма. Вот так надо делать. Итак, здесь я остановлюсь. Все остальные части будут на Патреоне BuyMeCoffee. Если вам это надо, заходите туда. Там три копейки и будет всё ваше. Далее, ссылки на скриншоты в описании видео. Ссылки на все эти Патреоны и BuyMeCoffee также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok